О карьере профессиональных спортсменов могут забыть около тысячи юных екатеринбуржцев. Все дело в том, что их любимую спортшколу вдруг решили превратить в центр дополнительного образования. С кружками, мастерскими, но возможно без секций. Есть ли шанс изменить ситуацию, разбиралась Юлия Нашкина. К своей мечте стать известным футболистом Арсений идет уже три года. Не пропускает ни одной тренировки в спортивной школе. В будущем я хочу стать футболистом профессиональным, играть в российской премьер-лиге. После чемпионата мира я посмотрел и понял, что это мое. Вот только родители юных спортсменов боятся, что мечты их детей могут не сбыться. На днях они узнали, что спортивная школа станет центром дополнительного образования. Такие перемены, уверены взрослые, поставят крест на карьере ребят. Теперь они выпустятся просто. Не из корочки, что не закончили спортивную школу. А то, что они просто в центре дополнительного образования. Ну да, кружок по футболу, наверное, закончили. Не будет меткой миссии. И не будет, соответственно, никаких соревнований. Потому что детей не будут допускать. Я область последними ребятами выиграл. Разряды им оформил. Сейчас уже этого, кажется, ничего не надо. Сейчас будем дали программу, как кормить лошадей, как макромы вязать, сколько часов. Ну, смешно. Переживания родителей и тренеров понятны чемпионам. Без участия в престижных соревнованиях дети вряд ли станут профессиональными спортсменами. Участие в соревнованиях, во-первых, это проверка себя, насколько ты можешь. Во-вторых, это результат. Ты достиг, ты получил медаль, ты молодец, идешь дальше. В-третьих, отслеживание результата, как ты растешь. Но в администрации заверили, никакой реорганизации не будет. Вопрос касается только переименования учреждения. Этого требует федеральный закон из-за ужесточившихся норм к спорторганизациям. Предусмотренная общеразвивающая программа учебная нагрузка, недельная и годовая, не уменьшается. Права детей не нарушены. При разработке образовательных программ учтены возрастные индивидуальные особенности детей. Все дети, находящиеся в контингенте образовательной организации, продолжают обучение по дополнительным общеобразователям и общеразвивающим программам у своих тренеров. В поправках к закону теперь разбираются и юристы, которые тоже нашлись среди родителей воспитанников. Сейчас нужно будет получить необходимые лицензии, ну и естественно, чтобы те в ГОСТы, которые требуются, вернее, которые требования предъявляются по в ГОСТам, по требованиям, то есть это уже идут непримерные, обязательные требования, да, чтобы они исполнялись. Вот мы сейчас решаем, чего не хватает и куда необходимо обращаться, чтобы это все исполнялось. Получить лицензию на осуществление образовательной деятельности в школе нужно не позднее 1 сентября следующего года. Если до этого времени решить вопрос не получится, бороться за мечты своих детей родители будут в суде. Юлия Анашкина, Радик Аскаров, Новости 4 канала.